Добрый день! С вами библиотекарь Сергей Сумин и рубрика «Прочитано лично». Мы говорим о хороших классических, современных и древних текстах. Сегодня у нас нон-фикшн, сегодня у нас исследование современной и классической русской литературы. Григорий Амелин «Лекции по философии и литературы». Книга действительно проводит эту самую границу между философией и филологией. Вообще, нужно сказать о Григории Амелине, этот исследователь, ученик Лотмана, блестящий эрудит, человек, конечно, глубоких познаний, пытается сделать вещь несоединимую, соединить философию и филологию. В начале своей книги он оправдывает свое исследование тем, что эти две науки никак не пересекаются. Философ презирает филолога, а филолог с некоторым страхом глядит на философа. Именно эту задачу, соединить эти две науки, ставит перед собой Амелин. И получается, это у него, нужно сказать, блестяще. «Лекция» – это действительно реальный курс, который был прочитан на филологическом факультете РГГУ. И от этого стиль изложения. Манера вольная, свободная, со словечками, которые присущи именно разговорной речи. Названия глав поражают. Это такие вольные налеты на русскую литературу. Вот послушайте. «Знать зверя» – «Казаки Льва Толстого». Или «Достоевский, Арто и русское юродство». «Трепак у кабака» или «Что такое поэзия». Или «Уе дененная» – «Привет Василию Васильевичу Розному». Вот такой нестандартный подход, он оправдан. И Амелин в начале книги пишет, он рассуждает о Маяковском. «На повестке дня наш Владимир Владимирович Маяковский. И без всяких философий давайте просто его читать». Есть такой анекдот о Бахтине, я уверен, что апокрифический, но он настолько хорош, что мог бы случиться на самом деле. «У Бахтина гостили французы и спрашивают, как вы, русский человек, так прекрасно поняли французскую литературу». «Читал Рабле», – скромно отвечает Бахтин. «Поговорили о том, о сём французы опять». «Да, но как вы, русский человек, так прекрасно поняли Гаргантюа и Пантагрюэля». «Читал Рабле», – не сдавался Бахтин. «И уже перед уходом». «Ну, простите, но ради бога, как вы поняли Гаргантюа и Пантагрюэля?» «Да я просто читал Рабле». «Это самое трудное, просто читать. Это как если бы мы, как акробат по проволоке, двигались по лучу собственного понимания. И нет никаких гарантий, нет метода, нет никаких авторитетов». Вот именно так смело, разухабисто, я бы даже сказал. Но, безусловно, очень интеллектуально подходит Америн к своему курсу лекций. Это настоящий шоколад для любителя словесности. Потому что тот подход, который демонстрирует Америн, он на самом деле уникален. Лично я прочел эту книгу с огромным удовольствием. И рекомендую ее вам. Ищите книгу в библиотеке Культурного центра «Автоград». С вами был библиотеков Сергей Сумин. Увидимся!